Питомцы Красноярского парка, флоры и фауны готовы встретить грядущие холода. У многих животных, обитающих зимой на улице, есть отапливаемые жилища, а объем пищи, которую они съедают каждый день, увеличен на треть. К примеру, с наступлением 20-ти градусных морозов зубров начали поить горячей водой, несмотря на теплый мех и подкожный жир. Этим здоровикам все равно бывает холодно. В день каждый из этих быков выпивает до 60 литров воды. При этом у них идет согрев организма. Также начинаем подкармливать, то есть побольше кормов давать. Хищным птицам, таким как ястребы, совы, орлы и соколы, дают больше мяса. Калорийная еда лучше согревает в морозы и позволяет пернатым чувствовать себя в неволе более комфортно. Стоит отметить, что благодаря обильному питанию медведи зимой в зоопарке практически не впадают в спячку. Но сейчас с приходом холодов все чаще прячутся в свои берлоги. Бурые мишки не спят в зоопарках, в спячку не уходят. Если и дремлют, то может быть там на сутки, на двое скрываются свои берлоги импровизированные. Сейчас у нас достаточно долгое время уже продолжительные морозы, да, и поэтому где-то недели две мы их последние не видели. Как говорят сотрудники зоопарка, экзотические животные, а это прежде всего различные виды обезьян, даже не знают, что сейчас зима. Их поместили в теплые вольеры, когда ночные температуры опустились ниже плюс 16 градусов. Кормят фруктами, а также чесноком, луком и медом. Все это нужно, чтобы уберечь животных от вирусов. По этой же причине вентиляция в коридоре и вольерах раздельная, а простудившихся зоологов не допускают к работе с животными. Человек относится к приматам, поэтому не очень красиво сравнивать. Мы находимся практически на одной эволюционной ветке, и животные, именно приматы, они подвержены к снижению температур, так же, как люди могут болеть теми же самыми заболеваниями, включая инфекционные. Допустим, у нас во время зимнего содержания, осенне-зимнего, специально несколько часов в день работают бактерицидные лампы. С таким рационом питомцы зоопарка будут жить до весны, пока в их меню снова не вернется свежая местная зелень и овощи. Сергей Сеславин, Павел Пателицын. Новости.